Помните, да, всем выйти из тени работает ночной дозор. Вот и президент Путин, наконец, тоже вышел из тени и сказал, что же он думает по поводу такой непопулярной в народе пенсионной реформы. А думает, главное, оказывается, о том же, о чем и подавляющее большинство россиян. Плохая реформа, неправильная, антинародная даже. Царь тут! Царь тут! Тут царь! Царь тут! Царь тут! Впрочем, на этом все и закончилось. Законопроект, тем не менее, прошел первое чтение в Госдуме. Большинством голосов был одобрен. Хотя, допускаю мысль, что Путин-то об этом просто не знал. Депутаты от партии власти, видимо, как и Медведев, втихушку за спиной царя свои делишки проворачивают. Пока сам глобальные внешние экономические вопросы решает. Уверен, что в скором времени какой-нибудь Киселев нам обязательно об этом расскажет. Ну, а если серьезно, ребят, кто читал эту трилогию Лукьяненко про дозоры, наверняка помнит, что между дневным и ночным дозорами существовал договор. Все они друг про друга знали, просто делали вид, что враги. Жалко, что не каждый из наших с вами соотечественников обладает этим удивительным талантом. Иногда включать голову. А пока народ в очередной раз окрылился надеждой, что раз царь появился, то уж теперь-то боярам не сдобровать. Ох и накрутит он им хвосты. Ну и в общем начали люди потихонечку успокаиваться. Так, например, депутат от Единой России, глава национально-освободительного движения, оно же Нот Федоров, проголосовавший в парламенте, внимание, за пенсионную реформу, не постеснялся затем выйти к прессе и обвинить во всем, угадайте кого, дядюшку Сэма. Понятно, что это в целом удар МВФ по российской, по людям, по народу, по экономике, куда эти люди денутся и так далее. Это все понятно, но это не единственный удар. Одновременно вчера было принято, уже в 3-м чтении, закон о том, что НДС поднимает... Незаметно, да, под шумом. Ну бизнес просто не так среагировал, как народ по себе просчитал, к этому пенсию, а тут бизнес. Но, вообще-то говоря, американцы требовали поднять НДС до 22%, о чем вице-премьер Голикова честно и сказал. От себя бы добавил, что тарифы ЖКХ для россиян тоже Трамп поднял, а пакет Яровой на самом деле это пакет Маккейна, ну и так далее. Помните, ржали в свое время, что, мол, это Обама по подъездам гадит и лампочки на лестничных площадках многоквартирных домов выкручивает? Так это не шутки были, оказывается. Ну да я отвлекся. К пенсионной реформе давайте вернемся. Еще одного депутата от самой любимой в народе партии вам презентую. Пожалуйста, Елена Ямпольская. Эта мадам и вовсе договорилась до такого, до чего, мне кажется, даже бредоносец Киселев не додумался бы. Предлагаю послушать и ох, ох, порадоваться. Ранний выход на пенсию не является для многих чем-то сакральным. Для многих, не для всех, конечно, но для многих. Это опять-таки вопрос привычки. Это зона психологического комфорта. И что самое смешное, действительно только психологического. Я абсолютно убеждена, вот абсолютно и твердо, что бы мне ни говорили, что человек, который говорит, я не хочу работать несколько лишних лет для того, чтобы нынешние пенсионеры больше получали, автоматически теряет право предъявлять кому бы то ни было, в том числе правительству, любые моральные претензии. Уловили основную мысль барышни-то. Вот, пенсионерам, оказывается, пора бы уже выйти из зоны комфорта. А то, ишь, пригрели пятые точки на пенсии в целых 8-11 тыр и жируют. По заграницам мотаются, икру черную трескают, живут, в общем, как у Христа за пазухой, а работать кто будет лодыре. Правительство внесло нам предложение, на чем будем экономить, теперь хотелось бы поподробнее услышать, на чем будем зарабатывать. Именно, вот ведь что получается. У нас в стране сегодня одна емпольская только за всех и пашет. Ну, про раба на галерах сейчас не будем, хотя и его на повороте, подозреваю, леди тоже обошла. А в общем, товарищи, не митинговать надо и не на жизнь жаловаться, а впахивать, тогда, глядишь, и наладится все у емпольской. Это точно ладно. Это реальная журналистика новостей из дурдома. Вернулись из отпуска. Поехали. И это еще не все анекдоты, дорогие мои. А в курсе ли вы, что в связи с шумихой вокруг повышения пенсионного возраста, да и других радостных изменений в жизни народа, которые ждут нас в обозримом будущем, руководители центральных телеканалов в срочном порядке отзывают из отпусков отдельных своих сотрудников. Так, например, канал НТВ экстренно возобновил вещание типа юмористической программы с намеком «Международная пилорама Тигранки Осаян там звездит». В ближайшее время в сетке, возможно, появятся и летние итоги недели. Обычно подобные проекты с июля по сентябрь пылятся где-нибудь в темном чуланчике. Проекты дорогостоящие, потому что и над ними трудится огромное количество народу. А каких-то архиважных событий в большом количестве летом, как правило, не происходит, да и спикеров не найдешь из числа великих, они на островах загорают. Поэтому журналистов в отпуск выгоняют избушку на клюшку, а продюсеры в это время придумывают, чем бы новеньким в будущем телевизионном сезоне удивить зрителя. Но не в этот раз, и это не только НТВ касается. Неожиданно для себя кремлевские политтехнологи осознали, что россияне нынче отнюдь не в грядках копаются, как всегда, а бузят, и это плохо. С этим надо что-то делать. Короче, было принято там решение снарядить во внеплановый путь агитпоезд «Россия-3-9-е королевство» и понесся тот сказочный паровозик по просторам Великой и Могучей. Не в прямом смысле, разумеется, по экранам на просторах Великой и Могучей. Вот пример, пожалуйста. Сколько вам лет сегодня? Мне 61-й. 60 лет? 60 лет. У вас молодость только что закончилась, наступила зрелость. Когда человек приседает, встает, ходит, вот он плиточник. Это вот такая работа. У него вообще все кипит. Вы молодец, что вы остаетесь в стране. Спасибо. Мы сегодня избегаем слова «старость», потому что изменения зрения начинаются в 45, связанные с катарактой. А по классификации Всемирной организации здравоохранения до 60 – это молодость. Причем тут работа вообще? Так сидячая и мало движения. Это он! Это образ жизни! Нечего, как писал Гоголь, зеркало винить, коли рожа кривая. Это народная мудрость. У нас есть люди, которые больше вашего работы. Людмила Сергеевна, сколько вы уже работаете? Около 50. Встаньте, пожалуйста. Надеюсь, очень скоро увидеть в эфире еще и программу «Поле чудес» с заданиями типа «Это слово в Древнем Риме» было синонимом слова «счастье». Им называли самых подвижных, самых неунывающих и, между прочим, богатых людей преклонного возраста. К этому же стремится и Россия сегодня, первая буква «П», последняя «Р». На пятницу, может, новый формат «Орла и Решки» замутят, когда ведущие будут не просто по нашей стране путешествовать, а посещать при этом кайфующих стариков из домов, престарелых где-нибудь в Карелии или на Чукотке, в мешках с ними прыгать, в классики играть. В общем, ждем-с! Ну и под занавес предлагаю вернуться к проблемам нашим холопским. А вот такие вот квитанции получили в июне-июле жители города Липецка. Ребята, вы должны это увидеть. Короче, там местные энергетики фунтанируют креативом. Акцию придумали для должников, оплати за должность до 1 августа, и мы не станем взимать с тебя пение. Дальше еще интереснее. И если вдруг по какой-то причине у вас не хватает денег, мы готовы оформить вам рассрочку. Браво! Молодцы! Помню мультфильм такой в моем детстве был про одну авиакомпанию. Заплати и лети. Она называлась «Господа энергетики и коммунальщики». Кстати, а вы не думали о том, чтобы предложить абонентам в будущем кредит, например, на пару кубометров воды оформлять? Ну или там на лишнюю сотню киловатт? Ну, банки же уже давно до этого допетрили. Возьми заем в нашей конторе, чтобы погасить такой же заем в другой. Тут можно по схожей схеме. Возьми куб кипяточков, долг сегодня, через месяц вернешь два. Зато счастлив-то будешь сейчас. И никто ведь в накладе, самое главное, не останется, кроме дураков, разумеется. По-моему, гениально. Как считаете? Знаете, сейчас расскажу один баян, но в данном случае оно правда уместно. Итак, когда я был еще совсем маленьким, такой вот анекдот по сарафанному радио гулял. Идет 18-й год перестройки, голод, уныние, разруха, окончательный звонок в КГБ. Приезжайте скорее, мой сосед, по-моему, что-то ест. А ведь анекдот-то пророческим почти оказался. Пока, конечно, до такого абсурда мы еще не докатились, но раз уж пенсионерам предлагается выйти из зоны комфорта, причем на полном серьезе, ждать, думается, мне осталось недолго. Все. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе больше серий этого замечательного сериала. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже много гимнастики для ума. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Я считаю, что эта встреча была очень полезной. Мы в очередной раз посмотрели на всю ситуацию и в сфере безопасности, и в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем. И наши хозяева, наши германские коллеги... Продолжение следует...